Молчите о своем мужестве и проявлениях героизма. Мы все ежедневно сталкиваемся с разным родом испытаний. У кого-то испытания внешние, а у кого-то внутренние. Внешние испытания видны сами по себе, поэтому за них люди получают награды. Но преодоление внутренних испытаний никто не замечает, поэтому и наград за них никаких не присваивают. Не говорите о некрасивых словах, которые были где-то от кого-то услышаны. Можно запачкать на улице ботинки, а можно запачкать сознание. И человек, который, придя домой, рассказывает все, что он услышал глупого по дороге, ничем не отличается от человека, который пришел домой и не снял обувь. Говоря проще, не несите в дом грязь. Не рассказывайте о своей благотворительности. Пусть это остается тайной. Благое дело – большая редкость в этом мире. И именно поэтому ее надо беречь, как зеницу ока. Не стоит нахваливать себя за хорошие дела. Это может быстро привести к гордыне, а это не самое лучшее качество. Не распространяйтесь о своих далеко идущих планах. Молчите до тех пор, пока данный план не исполнится. Любые наши идеи не только не идеальны, в них огромное количество слабых мест, по которым очень легко ударить и все разрушить. Не рассказывайте о своих домашних конфликтах и семейной жизни. Помните, чем меньше вы сообщаете миру о проблемах в своей семье, тем она будет крепче и стабильнее. Ссора – это избавление от негативной энергии, которая накопилась в процессе общения. Чем больше вы говорите о своих проблемах, тем больше вы в них верите. Не распространяйтесь о своей духовной просвещенности. Она относится только к вам, и никого не стоит в нее посвящать. Раскройте ее другим в том случае, когда она станет действительно нужна не только вам, но и окружающим. Не выносите вашу аскетичность на публику. Пытаясь совершенствоваться и становиться лучше, человеку нередко приходится самостоятельно ограничивать себя в чем-либо. Так, например, желая выглядеть стройными и подтянутыми, мы ограничиваем себя в еде, мечтая иметь спортивную фигуру, ограничиваем свой отдых и заставляем себя заниматься спортом. При этом каждый человек должен понимать, что аскетизм, вызванный желанием стать лучше, должен оставаться в тайне. Об этих вещах нельзя распространяться окружающим. Если вы начнете на каждом углу рассказывать о том, как сдерживаете себя в еде ради похудения, ограничение перестанет иметь смысл. Более того, рассказывая окружающим о своих ограничениях, вы с большой долей вероятности не доведете начатое дело до конца. Таковы уж законы природы.